Библейский портал экзегет.ру представляет Книга «Песнь песней» Первая глава, я читаю перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Вот эту книгу легко прочитать, она прекрасная, это великолепная поэзия, наверное, в любом переводе. Хотя, ну, как человек, занимавшийся библейским переводом, могу сказать, что в ней довольно много таких трудных мест, и, может быть, мы не будем обращать на них свое особенное внимание. Потому что эти трудные места, ну, они касаются каких-то небольших образов, но вся книга трудное место. Почему? Эротика в Библии. Столько народу уверено, что Библия, вообще вера в единого Бога, она отрицает любую эротическую составляющую в человеке. Эрос, сексуальность, это что-то темное, греховное, это надо подавлять, от этого надо избавляться. Ну, нет. Если верить Библии, то нет. Конечно, эта книга издавна толкуется аллегорически, ее толкует иудеи, как повествование о любви Израиля и Бога. Он Бог-жених, она Израиль-невеста. Ну, а в христианской традиции, конечно, вместо Израиля мы подставляем церковь. О мистике, может быть, говорят это о любви Бога и человеческой души. Она стремится к Богу, она хочет вступить с Ним в священный союз. Все это здорово, но на буквальном уровне это песня о любви юноши и девушки. Если бы в этой любви было самой по себе любви как таковой, было бы что-то грязное, недостойное, ну, наверное, говорить о Боге в образах этой любви было бы, ну, просто неприлично. И никто бы этого не включил в канун священного писания. Это смотрелось бы какой-то злой издевкой. Значит, любовь сама по себе хороша, в том числе ее чувственная, ее телесная сторона. Ну, о том, что она бывает опасна, о том, что ее любая религия вводит в некоторые рамки и ставит некоторые, скажем так, заборы с замками на воротах. Да, об этом мы сейчас говорить не будем, это понятно само собой. Но вот здесь описывается любовь как таковая. Книга приписывается Соломону. Она, собственно, так и называется, «Песнь песни» и сложена Соломоном. Интересно, что есть такое предание, оно, в общем-то, само напрашивается на ум, когда читаешь Библию о том, что Соломон, он сложил три основных книги. Ну, среди неканонических можно найти больше, но три основных книги. «Юность» — это песня песни, гимн любви, прекрасная возлюбленная. «Зрелость» — это притчи. Вот такой зрелый, опытный человек делится своей жизнью и тем, что он понял в этой жизни со своим сыном, подростком. Экклезиаст, старик, смотрит на происходящее вокруг и говорит, что все это суета, и мы уходим из этой жизни. Значит, это песнь неопытного юноши, который ничего еще не знает в жизни, но просто увлекается девушкой какой-то и стремится к ней. Есть предание о том, что эта песня служена Соломоном, который любил прекрасную деву, и он понял, что если он к ней придет как царь, то, скорее всего, она полюбит не его, а возможности, которые он ей даст, богатство, славу, власть, почет, роскошную жизнь во дворце. И поэтому он переоделся простым пастушком, и, собственно, роман у них развивался вот до того момента, когда уже нужно было заключать брак, и тогда он открылся, что он царь для нее. Это, конечно, было таким приятным дополнением к тому, что ее возлюбленное и так ей было бесконечно дорого. Но это все легенды. А если посмотреть, то эта книга, она просто о любви. Мы не видим портретов. Мы не знаем, она была брюнетка или блондинка. Ну, ладно, на Ближнем Востоке с блондинками трудно. Ну, были у него глаза там карие, серые, черные. Он был высокий или низкий? Как они выглядели? Где они встречались? Есть географические названия, но они скорее такие, знаете, символические. Да, вот прекрасные места, где хорошо встретиться с возлюбленным, а вовсе не точная локализация. Когда это все было написано? Ну, если Соломон, да, это где-то X век до нашей эры. Но Соломон может быть и таким своеобразным лирическим героем. Может быть, это такое собрание любовной поэзии, которое соотнесено с царем Соломоном. Почему? Потому что Соломон — это золотой век Израиля. Время, когда, в общем, проблем особых не было. Вот Давид, он воевал, отец Соломон, его предшественник. И много с кем, много чего происходило. А тут все хорошо. И вот самое время любить и быть любимым. Эта книга, она выглядит как такой диалог. Хотя в тексте, что в еврейском, что в греческом, что в других переводах мы не видим, кто говорит. Но вот современные переводы, не исключая переводы РБО, разделяют на реплики «она» или «он». Но любовь — это всегда действие двоих. И это всегда диалог, это всегда игра, это всегда даже немножко состязание. «Любишь ли ты меня так же, как я тебя люблю?» И вот здесь это тоже есть. Первая глава, она такая вводная. Вот она об этом. Двое встречаются. И, по сути дела, они задают друг другу вот этот вопрос. «Любишь ли ты меня?» «Поцелуй мне, пусть напорит меня. Слащевина твои ласки, твои благовония сладки. Имя льется, как благовония от того. Тебя девушки любят. Влеки меня, за тобой побежим. Царь привел меня в свой чертог. Ты веселий, радость наша. Славим больше вина твоей ласки. И не даром тебя любят. Смотрите, здесь девушка еще даже сомневается, она ли избранница. Вокруг этого юноши много других девушек, которым он очень нравится. И она думает, а я ли это? Влеки меня, за тобой побежим. Царь привел меня в свой чертог. О, сразу Соломон. Он не мог спрятаться под одеждой бедного пастуха. Но, правда, в любовной поэзии царь и царица — это сами влюбленные. Как в русских песнях свадебных «Князь и княгиня». Это пели самым последним батракам. Потому что на своей свадьбе вокруг них вращается мир. И поэтому они князь и княгиня или царь и царица, по крайней мере, в этот день и в этом месте. И он для нее царь. Он царь сердца этой девушки. И вот она так робко приглядывается. Ой, как девчонки-то тебя ценят. А вдруг ты выберешь меня? «Девушки Иерусалима». Она обращается к своим подружкам. «Я черна, но прекрасна, как шатры кидарцев, как палаты Соломона. Не глядите, что я черна. Солнце взор на меня обратило. Братья на меня рассердились, велели смотреть за виноградниками. А за своим виноградником не досмотрела я». Но тут, конечно, очень много образов. Кидарцы — это такие кочевники, племена кочевников. Они делают свои шатры в основном из козьей шерсти. Особенно черная шерсть хороша. Она предотвращает проникновение воды, потому что козья шерсть сильно разбухает. И в дождь, соответственно, эти поры заполняются. Она, наоборот, пропускает воздух, жару. Хорошая шерсть. И вот она черна, но прекрасна, как шатры кидарцев. Конечно, в современных переводах эта девушка становится афроизраильтянкой. Но вряд ли имеется в виду, что она из черной расы. Скорее всего, она сильно загорела. И сегодня это признак такой здоровья, состоятельности. Надо же, ходят в салон красоты, принимают солнечные ванны с солярией. Но тогда это свидетельство ее бедности. Она вынуждена работать много на открытом солнце, поэтому она такая загорелая. Братья на меня рассердились, велели смотреть за виноградниками. Ну, погнали девицу на работу, нечего дома просиживать. Давай что-нибудь полезное сделай. А за своим виноградником не досмотрела я. Маленький намек, потому что виноградник — это издавна в любовной поэзии символ, собственно, девичьей красы и чести. И вот она заявляет своим подружкам, своим соперницам возможным, что да, конечно, я простая работница, но солнце взор на меня обратило. Почему я загорелая? Солнце на меня обратило взор. Может быть, солнце — это как раз тот самый царь, который одновременно ее парень. А вот уже она обращается к нему. Скажи мне, мой любимый, где ты пасешь скот, где отдыхаешь с ним в полдень, чтобы я не блуждала возле стад других пастухов? Вот уже с ним она так заигрывает, уже явно намекает, что хочет прийти. Да, стоп, а где все эти аллегорические истолкования, почему я о них не говорю? А потому что они очевидны. Потому что роман, который возникает, я думаю, что любой человек старше 15 лет, который будет слушать эту мою запись, он наверняка имеет опыт влюбленности и понимает, как это выглядит. И вот опыт влюбленности оказывается очень удачным опытом, показывающим прихождение человека к Богу. Со своим периодом вот этой первой какой-то удивительной безоблачной страсти, страсти в хорошем смысле слова, которая захватывает человека целиком, с ее разочарованиями, с ее сомнениями, ревностью, терзаниями, с охлаждением последующим, с каким-то кризисом отношений. Это имеет опыт такой, имеет каждый, кто состоял в браке дольше, чем полгода, я думаю. И вот эта история об этом. Хотите, читайте ее буквально, хотите, аллегорически. И самое главное, найти, где ты, о мой любимый. Она начинает с себя, она осознает себя. Ну, представим себе девушку-подростка, которая только-только из детского возраста вышла. Ей нужно сначала осознать, что она девушка, что она притягательна, что ее любимый может обратить на нее внимание не только по головке потрепать, иди, деточка, поиграйся в песочнице, а оценить ее красоту, ее притягательность. А потом она задает вопрос, а где ты? Может быть, и так в отношениях с Богом человек должен осознать, что он может быть ценен в глазах Бога. Что он не просто расходный материал в каком-то религиозном ритуале, а он то, что Богу может понравиться. Ну и надо найти, где этот Бог. Где он? Может быть, в языческих капитчах, может быть, в других религиях. И он отвечает, если сама не знаешь, красавица есть красавица. Сделал комплимент. Ступай по следам овец и паси своих козочек подле пастушьих шатров. Овцы и козы. Два таких самых основных вида мелких рогатых животных в Древнем Израиле. Их часто пасли даже вместе, но у них разные немножко характеры. Овцы, они такие более послушные, а козы, они более боевые, задиристые. Поэтому ступай-ка ты со своими козочками по следам моих овечек. Сама там меня и обнаружишь. Давайте уже сами трактуйте аллегорически. Это совсем нетрудно сделать. И смотрите, он не говорит ей, я такой-то. Он говорит, как меня найти, ступай по следам овец. Ступай по следам моего стада. Отличное аллегорическое толкование. Как мы приходим к Богу? Ну, наверное, бывают мистические озарения, когда человек вдруг, как Моисей в пустыне горящий куст увидел, человек вдруг видит Бога в каком-то совершенно неожиданном для него обличии, получает какое-то совершенно неожиданное для него откровение. Обычно по следам овечек. Вот те, которые уже прошли этим путем. И ты, дикая козочка, которая там прыгает по горам, не слушается, но очень красивая зато. Давай с овечками как-то попробуй, пройдись за ними. Может быть, тебе понравится. И тут же он отвечает. Любимая, сравню тебя с кобылицей. Да, нам, конечно, женщину с лошадью сравнивать, это оскорблять ее. Но ведь лошадь очень красивое животное. Сравню тебя с кобылицей, запряженной в колесницу фараона. Смотрите, она уже не козочка и не овечка даже. Она в колеснице фараона. Она везет царя. Фараон египетский царь, самый славный, могучий, богатый, какого только могли представить себе на Ближнем Востоке. И она уже впряглась. Твои щеки прекрасны под серьгами, шею твои в ожерельях. Сделаем серьги тебе золотые с капельками серебра. Ну, то есть ты прекрасна, но ты еще и нарядна, и мы тебя нарядим еще больше. Приходи в это стадо. Будь одной из овечек, ты будешь не овцой. Ты будешь кобылицей в колеснице фараона, нарядно украшенной. Да, конечно, лошадей фараона наверняка очень роскошно украшали. Они не просто там попону и ермо таскали. Тоже, наверное, аллегорически все понятно. Но это еще не отношения. Это еще какие-то внешние признаки. Снова девушка. Когда царь пирует, благоухает мой нард. Для меня, мой милый, ладанка с мирой. Всю ночь у меня на груди. Для меня, мой милый, соцветия хны. В виноградниках энгеде. Но мира, хна, это все-таки ароматические растения, вещества, которые используются для лекарств, для косметики, для благовоний. И вот пока что это запах. Запах, наверное, что-то такое, что человек обычно даже не осознает. Но ученые, кстати, говорят, что феромоны, что вот особые химические вещества привлекают юношу и девушку друг к другу. Вот какие-то особые химические процессы происходят. Вот буквально об этом сказано. Но запах — это лишь обратить внимание. Это еще не отношения, это даже еще не контакт. Это всего лишь я почувствовала, как ты притягателен. И не более. Он отвечает, как ты красивый, любимая, как ты красивы, твои глаза, словно голубки. Ну и правда, мужчины любят глазами, женщины говорят ушами. Женщины здесь говорят значительно больше. Она такая очень словоохотливая, как настоящая девушка. А еще немножко носом. Еще она любит его за его благоухание. А он смотрит на ее красоту. И смотрите, вот человек, приходя к Богу, мы перепрыгиваем из буквального в аллегорическое. Человек, приходя к Богу, обычно говорит, я несчастный грешник. А Бог ему говорит, а ты красив, ты прекрасен. Тебя только надо украсить как следует. Ты должен стать кобылицей в колеснице фараона. Но ты сам по себе прекрасен. Потому что в колесницу фараона какого-нибудь старого осла не запрягут, облезлого и хромоногого. Вот это человеку важно осознать про себя. Он в глазах Бога прекрасен и ценен. Как ты красив, милый, как нравишься мне. Наши ложи, зеленые травы, кровли нашего дома, кедры, стены для нас, кипарисы. Ну, как в старом советском мультфильме, да, где наша крыша неба голубое. Это же отсюда все взято. Вот это представление о том, что с милым рай в шалаше, о том, что не нужно никакого дворца, не нужно никакой роскоши, если нас только двое. А вот они уже вместе, но она еще, кажется, к нему не привыкла. Она тоже любуется его красотой в ответ. И она говорит, что у них нет дворца, но их дворец весь мир. Действительно, когда ты влюблен и счастлив в этой любви, тебе кажется, что весь мир принадлежит тебе. Потом многое приходится поправлять в своей картине мира, но для начала это так. А, наверное, если бы этого не было так, люди просто не смогли размножаться, потому что вот без этого ощущения ты получил все самое ценное и лучшее, что есть в этом мире. Наверное, любовь не была бы для них так притягательна. В первой главе уже как будто они достигли вершины этой любви, но это лишь первая ступенька. Пройдем по остальным в следующих главах. Продолжение следует...